Здравствуйте! Это программа «Город Эсс» и я Елена Чернявская. Оплачивая очередную квитанцию ЖКХ, вы более-менее понимаете, за что платите по каждой позиции, будь то отопление, холодная вода или газоснабжение. А вот по поводу услуги содержания и ремонта жилья у собственников часто возникают сомнения. Вопрос вызывает не только тариф на содержание жилья, но и то, за что получает ваши деньги управляющая компания или ТСЖ. Разбираемся, что такое содержание жилого помещения в квитанции ЖКХ, что входит в услугу и как она оплачивается. А мой гость сегодня даст практические советы по теме нашей программы. Виктор Чисовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Здравствуйте, уважаемый Виктор Иванович. Добрый вечер. Ну что же, и конечно, традиционно с моим гостем мы работаем в прямом эфире, телефоны 202-11-22. Дозванивайтесь, пожалуйста, уважаемый телезритель, и задавайте вопросы свои. Ну, как говорится, воспользуйтесь таким моментом. Что же, Виктор Иванович, давайте начнем по теме беседовать. Скажите, пожалуйста, за что платит собственник жилья по закону? Значит, в ЖКХ определено, что собственник помещения обязан оплачивать за содержание, в том числе текущий ремонт, в том числе коммунальные услуги на содержание общего имущества, фонд капитального ремонта, твердые коммунальные отходы и коммунальные услуги. То есть вот квитанция наша состоит из этих вот пунктов. Но на сегодня, я так понял, нас больше интересует вопрос содержания. Конечно, конечно. Но все-таки еще и давайте обозначим, что все-таки такое общедомовые нужды. Да. Ну, во-первых, содержание – это само содержание. Это что сюда входит? Это все те работы, которые управляющая компания делает совместно с какими-то сторонними организациями. То есть все те договоры, которые управляющая компания заключает со сторонними организациями. Допустим, поверка приборов учета. Это тоже отдельный вид работ, которые либо сама управляющая компания, она в принципе этого не может делать, она заключает договор с кем-то. Это обслуживание лифтов. То же самое, она не может это делать, она заключает договор с кем-то. В строку содержания входят и управленческие функции. Это те деньги, которые управляющая компания получает за свое содержание, за свою работу. Дальше. Текущий ремонт. Это те работы, которые управляющая компания выполняет, выполняя план, который определили собственники. Потому что вопросы текущего ремонта утверждаются либо на общем собрании, то есть какие работы проводить. Либо, если это общее собрание поручает Совету Дома, то Совет Дома определяет, что нужно выполнить, допустим, в 2022 году. Какие работы? Допустим, поменять вкладную группу, отремонтировать, да, отремонтировать отмозки, лежаки, заменить задвижки какие-то и прочее, прочее. То есть все те работы, которые актуальны на сегодняшний период. Совершенно верно. Виктор Иванович, а вот очень любопытный вопрос. Скажите, а управляющая компания составляет договоры с подрядными организациями только с согласия собственников Дома? Нет. Нет. Самостоятельно. Почему? Здесь она самостоятельна. Почему? Потому что собственники договариваются с управляющей компанией, и этот договор появляется как договор управления. Собственники обязуются платить деньги, а управляющая компания обязана за эти деньги выполнить такие, такие, такие работы. И здесь управляющая компания сама уже определяет, с кем заключать эти договоры. Но если в договоре управления собственники пропишут, что согласие Совета Дома, она должна выполнять или заключать договоры со сторонними организациями, то тогда, да, управляющая компания вынуждена будет согласовывать это с Советом Дома. Скажите, ну ведь, я так понимаю, из вашего ответа получается, что договор с каждой управляющей компанией индивидуален. А где можно посмотреть, скачать пример договора или вот проконсультироваться с кем, чтобы этот договор был, конечно, составлен в первую очередь для комфорта жителей? Так вот, об этом договоре мы очень много говорим всегда. Это называется модельный договор. Он в свое время был разработан Общественной палатой, ЖКХ контроль, Государственной жилищной инспекцией и депутатами Самарской губернской думы. Он был принят как модельный договор решением Совета Думы. И он находится на сайте Самарской губернской думы, размещен, Государственной жилищной инспекции и Общественная палата Самарской области. То есть там мы предусмотрели все, в принципе, вопросы, которые защищают собственников. Он требует сейчас доработки в связи с тем, что вот новые положения вошли, да, в жилищный кодекс, но мы его будем дорабатывать. И на сегодня он как раз защищает в полном объеме собственников. Поэтому вот наш совет всегда к собственникам. Если вы приняли решение сменить управляющую компанию, выбрать другую компанию, да, то первый вопрос, который вы должны задать, а какой договор управления вы будете с нами заключать? Если они скажут, что модельный договор берем за основу. Прямо так и называется модельный договор. Если они скажут, что мы берем за основу модельный договор, то тогда, в принципе, эта управляющая компания готова работать в открытую. Почему? Я скажу больше, потому что вот в этом модельном договоре есть один пункт, это раздел взаимоотношения совета дома с управляющей компанией. Мы его специально туда внесли, где оговорили все те вопросы, которые управляющая компания может согласовывать с советом дома и должна это делать. Поэтому я думаю, если брать за основу этот модельный договор, а у нас, кстати, сегодня вот многие управляющие компании, да не многие, большинство управляющих компаний... Используют именно его, да? Работают именно по этому модельному договору. То есть модельный договор-добросовестную управляющую компанию. Совершенно верно. Это один из показателей того, что управляющая компания хочет работать открыто. Потому что там все прописано. И ответственность управляющей компании, и взаимоотношения с советом дома, с собственниками. Там очень много хороших пунктов, которые мы несли. Спасибо. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. 202, 11, 22, уважаемые телезрители. Виктор Иванович сегодня отвечает на ваши вопросы в прямом эфире, а задать вы их можете по любой теме ЖКХ. Если у вас вопросы к вашей управляющей компании, или, может быть, возникли вопросы с отопительным сезоном, задавайте в прямом эфире. 202, 11, 22. У нас 30 минут прямого эфира. Время еще предостаточно. Ждем ваших вопросов. Ну и продолжаем тему. Скажите, вот как все-таки уменьшить сумму оплаты за как раз именно за содержание жилья Виктора Ивановича? Ну, здесь вот тяжело это сделать. Почему? Потому что есть набор работ, которые управляющая компания обязана выполнять. Сейчас рассматривается. Повторите еще раз их. Там много. Это 290-е постановление правительства Российской Федерации. И если все эти работы осметить, то ставка содержания, как мы говорим, ставка содержания, она будет уже не 15, не 20 рублей, а она будет за 100 рублей. Почему? Потому что все те работы, которые должна выполнять управляющая компания, их очень много. Сейчас в Государственной Думе рассматривается вопрос о том, что сделать определенные наборы. Определенные наборы. Допустим, минимальный набор, обычный, средний набор и комфортный набор. Вот этих работ и услуг. Сейчас продолжим. Ответим на вопрос от телезрителей. Вы к нам дозвонились. Добрый вечер. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, Александр Иванович. Меня зовут Анжелика, фамилия Виктор Ступова. У меня такой к вам вопрос. Вот смотрите, я участник моего действия, перейдем в наш город и оттолкнусь с такой проблемой, что в других городах идет возврат коммунальных услуг. Почему сама идет нарушение, большайшее нарушение, то есть возврат идет только по нуждам дома и по капитальному ремонту. А коммунальные услуги куда же деваются? Дело в том, что я ходила в соцзащиту Погольской, мне объяснили, что в 2016 году был принят закон о том, что мы своими делами возвращаем оплаты, как участникам боевых действий. Но почему он нарушается там? Так же не должно быть. Куда делся федеральный закон? Он обратно тюрьме. Спасибо вам большое. Вопрос, Падетский Николаевич. Давайте, да, Анжелика, так вопрос по льготам. Ну, во-первых, давайте так определяться. Какая льгота, правильно, есть льгота 50% на оплату жилищных услуг, есть льгота 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг, тогда туда входят и жилищные, и коммунальные. То есть на сегодня принято решение, да, это уже несколько лет действует, что управляющая организация, ресурсоснабжающая организация плату за жилищные и коммунальные услуги выставляет в полном объеме, 100%. А потом через управление соцзащиты вам возвращают часть этих расходов в зависимости от того, какая у вас услуга. 50% за оплату жилищных услуг, это значит содержание, текущий ремонт, взносно-капитальный ремонт, все. И то берется из расчета на одного человека 33 квадратных метра, а коммунальные услуги не больше, чем норматив. То есть если у вас квартира, допустим, 70 метров, да, то за 33 метра вам сделают возврат 50%, если льгота 50%, а за остальные метры вы будете оплачивать в полном объеме. То есть вот такая вот ситуация, надо просто разобраться. И управляющие компании обязаны, есть такая договоренность, передавать в управление Министерство соцзащиты, передавать всю информацию, сколько начислено. Но еще раз повторюсь, вот если вы, допустим, за жилищные услуги платите там, ну, 2000 рублей, да, у вас льготы 50%, 1000 рублей вам не вернут. Вам вернут в зависимости от того, сколько это человек. Если на одного человека, потому что льгота, она идет на одного человека, или на членов семьи. Если на членов семьи распространяется, то там, соответственно, уже больше площадь будет помещения. Поэтому вот такая вот ситуация. Спасибо. Переходим к следующему звонку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос вот такой, по коммунажным, значит, услугой. Каждый год, весной, когда заканчивается отопительный сезон, нам делают перерасчет. И это выходит примерно где-то в 5-6-7 тысяч. И на каждую квартиру. Откуда берутся эти суммы? Мне объяснили так, что многие люди не платят за отопление. И они распрашивают санкет. А что надо выяснить, кому обратиться? Это уже лет 5 примерно. И с годом в год нам прибавляются, прибавляются, а мы без санкетов. Спасибо большое. Вопрос актуальный, Виктор Иванович. Да, сразу говорю. Не верьте тем, которые говорят, что те, кто не платят, эти средства перераспределяют на всех. Этого не делается. Если человек не платит, он остается должником. Его деньги остаются в долгу. А почему происходит перерасчет? Первое. Значит, мы с вами платим по нормативу. Или по среднему. В зависимости от того, какой способ оплаты выбран. Берется предыдущий год. Допустим, в 2021 году за отопление дом получил, допустим, для отопления 100 гикокалорий. То есть, сколько вошло в дом для отопления всего дома за весь отопительный период. Вот эти 100 гикокалорий делятся на 12 месяцев. И в 2022 году нам равными долями выставляются. Но, когда заканчивается год, смотрят прибор учета. Сколько он показал. Сколько мы реально потратили. Получается, что мы потратили 120 гикокалорий. Я образно сразу говорю. А вы всегда плюс, говорите, Виктор Иванович. А может быть, меньше потратил? Может быть, меньше. Но давайте поговорим меньше. Что мы израсходовали 80 гикокалорий. То есть, но заплатили мы за 100 гикокалорий. Поэтому нам за 20 гикокалорий должны сделать возврат. Да. Если 120, то значит, мы не доплатили еще за 20 гикокалорий. И за эти 20 гикокалорий нам надо делать, делают нам перерасчет в большую сторону. Сейчас, кстати, вот за коммунальные услуги на содержание общего имущества, то, что мы говорили, да, то же самое. Вот это вот постановление 92-е принято. А основа всего этого постановления, суть в чем его? Что люди должны платить за все, что вошло в дом. То есть, есть общедомовой прибор учета. Вот сколько вошло в дом, за это мы должны платить. Но это если он есть, Виктор Иванович, а если его нет. Если нету, то там норматив. Никаких перерасчетов, ничего нету. Когда нету прибора учета общедомового, никаких перерасчетов не производится. Есть звонок, Виктор Иванович. Послушаем телезрители. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Говорите, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Виктор Иванович. Здравствуйте. Добрый вечер, студия. Вас беспокоит Воронина Светлана Анатольевна, ССЖ Магнад-4. Мы уже знакомы и были на приеме. Другой вопрос. Вот сейчас, 29 сентября, подключили отопление. В нашем 233-м доме только в двух комнатах было отопление. В двух комнатах отопления не было. Ну, почему-то получили капитацию за октябрь месяц. У нас сумма за отопление такая же, как и в доме 192-м, где проживает наш председатель в трехкомнатной квартире. Сумма точно такая же. Я туда звонила, разговаривала с людьми. Как это так может быть? Спасибо большое за ваш вопрос. А в доме есть прибор учета общедомовой или нет? Да, в доме есть. В доме есть, да? Да. Значит, все зависит от того, какое решение вы приняли. Если в доме есть общедомовой прибор учета, да, то вам необходимо принять решение. А как вы будете платить? По показаниям прибора учета? Либо вот по 1,12, как я говорил, по среднему. То есть берется предыдущий год, да? В зависимости от этого так и получается. Если у вас решение было принято платить так, как было в прошлом году, то есть по 1,12, у вас будут выставляться равные доли, а в конце года опять сделается корректировка. Это очень плохо, поверьте. А где узнать вот эту информацию, Виктор Иванович? Где вот узнать вот эту информацию, как платят жители? Ну, как, в квитанциях написано. В квитанциях написано. В квитанциях написано. Вот смотрите, в любой квитанции, любую коммунальную услугу возьмем там, где написан объем, объем, да? Да, допустим, там 100 киловатт, 0,1, допустим, гигакалории, 5 кубов холодной или горячей воды. А дальше в скобках идет циферка. 1, 2, 3, 4. То есть вот эта цифра, посмотрите, внизу в квитанции идет расшифровка. 1 по нормативу, 2 по среднему, 3 по показанию общедомового прибора учета. То есть вы сразу можете понять, как вам производится начисление. Оптимальный какой вариант, Виктор Иванович? Вот оптимальный вариант, и то, что я сейчас обращаюсь ко всем телезрителям и прошу принять это решение, оптимальный вариант – это оплачивать по прибору учета. По показанию общедомового прибора учета. Почему? Вот в квартире у нас стоят приборы учета, да. Мы сняли показания прибора, оплатили, все, мы рассчитались. То есть оплачиваются реальные объемы, сколько потребил, столько и оплатил, никаких накрученных цифр нет. Поэтому никаких корректировок, ничего не будет. Спасибо. Есть звонок от телезрителей, слушаем вас. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, алло. Здравствуйте. 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 Виктор Иванович, у нас по мусорной реформе есть какие-нибудь новости? Депутат Михаил Матвеев обещал этим заняться и в сентябре рассмотреть даже в Думе этот вопрос. Чтобы скорее бы по-другому рассчитывались. Какие новости у нас по этому вопросу? Спасибо вам большое. Спасибо. Но пока обрадовать нечем. Да, раз вопрос рассматривается. Суть его в том, что собственники должны платить по факту. Это оптимальный вариант. Не по нормативу, не по количеству человек, не по квадратным метрам, по факту. Но это достаточно сложно сегодня сделать. Почему? Потому что предусматривает это деяние как раз раздельный сбор мусора. А с этим очень напряженно. Почему? Потому что это нужны отдельные полигоны, это нужны переработки, это нужны контейнеры, в конце концов, для того, чтобы разный мусор везде раскладывать. Нужно большее количество транспорта, который будет заезжать, собирать этот мусор. То есть проблем там достаточно много. Но я скажу, в целом проблема сдвинулась с точки, с мертвой точки, то, что раньше не рассматривали ее. Теперь она рассматривается в полном объеме. Просто ищут пути, как это лучше сделать. Но над вопросом работа ведется. Спасибо. Есть звонок. Мы приветствуем вас. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Слушаем. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Я живу в Кобушевском районе. У меня группа инвалидов. И мне интересно знать, почему мне каждый месяц приходится ходить. Вы что-то пропадаете у нас, мы вас не совсем слышим. Что-то не слышим, да? Что-то не слышим, да? Специальную... Службу, так. Службу. И просить, чтобы не выпустили 50% за этот год. За коммунальную службу. Ну, я не могу сказать. Такой более организационный вопрос, да? Скорее всего, да. Это зависит от управляющей организации, потому что управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, обязаны ежемесячно подавать всю информацию в управление соцзащитой. И там они уже делают... То есть это им забота, забота управляющей компании. Это чисто организационные вопросы. Скорее всего, что-то там не получается. Хотя уже этим давно занимаются и, в принципе, особо часто вот таких вопросов проблемных не возникало. Я готов, если что-то, посмотреть этот вопрос. Если можно, запишите... Уже второй вопрос, Виктор Иванович, к нам в программу по этой теме поступает, поэтому я так понимаю, что он востребован. Запишите, пожалуйста, телефон горячей линии ЖКХ контроль 260-37-19. Он работает с 10 до 16 часов, с 12 до часу перерыв. Но там можно получить квалифицированную информацию по любому вопросу. Раз. Через этот телефон можно записаться ко мне на прием. Я каждую среду провожу прием. Да, в конце концов, просто позвоните, попробуем разобраться, что за ситуация. Спасибо большое. И продолжаем прямой эфир, продолжаем принимать ваши вопросы и ваши звонки. У нас есть очередной дозвонившийся. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. 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 И вот здесь, вы меня слушаете, да? Да, вас, вас, вас. Значит, я пенсионер и молитв второй группы. Мне 83 года. Живу в квартире одна. У нас управляющая компания была визит М. Потом нас забрала, захватила рейдерский захват управляющая компания Панорама. Обещали нам золотые коры, что поменьше платить будем. Все условия создали, все. Теперь за свет нас отделили в Самара Энергерах. Заводы нам другую квитанцию дают. Никакой помощи, чтобы пройти в эту бухгалтерию Панорама, нужно записаться. Месяц ждать свою очередь. И вряд ли вы туда зайдете в подъезд. Там все закрыто. Просто невозможно никакие вопросы решать. Потом они сказали, вы сказали, Виктор Иванович, что какой-то договор должны заключать. Мы никакой договор не заключали. Никто ничего не подписывал. Просто вот. И уже суд был несколько раз. Ну, не знаю, чем это все. Никак-никак. Ясно. Извините, вас как зовут? Я хотят вернуться. Вас как зовут, извините, а? Вы с нами еще? Идиотина. Еще раз? Да-да-да, с вами. Да-да, вас как зовут? Представьтесь, как я зовут. Все жильцы, многие жильцы, хотят вернуться в визит М. Ясно. Ну, вопрос понять, Виктор Иванович. Давайте так. Мы вас поняли. Спасибо, Виктор Иванович. Давайте мы сделаем так. Вы сможете мне позвонить? Вот 260-37-19. Позвоните. Скажите, что меня пригласил человек. Тогда я попробую. Я 260-37-19. Я переговорю с директором управляющей компании, попрошу, чтобы вас приняли и переговорили по вашим проблемам. Все, что я смогу сделать, вот свести вас с директором управляющей компании. Да, и вам спасибо, есть время еще, дозванивайтесь к нам в эфир, 202-11-22, телефоны. А по смене управляющей компании, если у вас есть инициативная группа, если у вас сложилась такая инициативная группа, в принципе, мы можем помочь провести, организовать и провести общее собрание собственников. Мы этим занимаемся, мы выходим на эти общее собрание, встречаемся с жителями, помогаем им, готовить бюллетени, повестку дня сформировать. То есть мы готовы, можете записаться на консультацию, это вот инициативная группа, и мы уже конкретно будем работать с вашим домом. Спасибо. Ну и дальше мы продолжаем прямой эфир, и у нас есть еще один вопрос. Спасибо вам большое, уважаемые телезрители, за вашу активность. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Говорите. Здравствуйте. Я вас беспокою в городе Кенелян. У нас управляющая компания Рустеп. С некоторых пор в нашей квитанции появилась небольшая сумма за воду и за свет, хотя у нас стоят счетчики. То есть я плачу по счетчику за воду, которую я пользую, и за свет. Правильно ли это? Или что это такое? Объясните, пожалуйста. Будьте пока с нами на связи. Что написано в квитанции? Прямо вот прочитайте. Это коммунальные услуги на содержание общего имущества. Это как раз вот эта вот позиция, о которой мы говорили. Да, Виктор Иванович. То есть у нас, смотрите, у нас есть индивидуальное потребление в каждой квартире. Холодная, горячая вода, электричество, водоотведение. Но у нас есть расходы по всему дому.